Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об адрес-резолюшн протокол, сокращение ARP. Данный протокол работает на канальном уровне, используется для установления соответствия между физическим и логическим адресом. Под физическим адресом мы понимаем MAC-адрес. Это уникальный идентификатор в виде нескольких букв и цифр, которые делятся двоеточиями, которые есть у каждого сетевого активного оборудования, такого как свитч, роутер, Wi-Fi, точка доступа, сетевая карта, любая причем сетевая карта. Данный идентификатор предназначен для автоматического определения отправителя и получателя в сети. Принцип работы, если кратко говорить, то для отправления MAC-адреса получателя по IP-адресу хоста формируется широковещательный Ethernet-кадр, содержащий ARP-запрос. На английском это будет ARP-реквест. Запрос содержит в себе MAC-адрес и IP-адрес отправителя и вложен в себе опять же IP-адрес получателя. Хост, к которому отправлялся, он обнаруживает свой IP в поле сетевой адрес получателя и дописывает уже свой MAC-адрес и отправляет ARP-ответ. На английском это будет ARP-репли. И получивший из комы MAC-адрес, он записывается в последующем в ARP-кэш. Для примера мы можем воспользоваться такой утилитой, как PING, к примеру. И попытаться посмотреть, что у нас получается. В данном случае мы видим, что при отправке на хост-машину S1 мы автоматом получаем ответ от машинки с определенным IP-адресом. Для полного понимания картины, так как мы видим, какой-то там IP-шник отправился, а что в нем на самом деле, непонятно. Рекомендую воспользоваться командой ARPING, так называемая. И тоже, ну, уже с каунтом поменьше сделаем, каунт 2, к примеру. И попытаться отправить тот же самый IP-адрес. Тогда мы увидим ответ в виде hardware-индификатора, так называемого MAC-адреса. И, собственно, наш заложенный IP-адрес. Для того, чтобы посмотреть, какие именно устройства к нам обращались, либо мы обращались, мы можем воспользоваться командой ARPING. Данная команда преобразует из, соответственно, у кого нет хост-машины, просто отображает IP-адрес, у кого есть, преобразует в хост-машину с указанием как раз hardware-адреса, на каком интерфейсе, собственно, получили мы ответ, ну и тип, соответственно, Ethernet у нас. Также, альтернативный вариант использования действия у нас в пакет IP-road, в нем заложен демон ARPING. ARPING демон выполняет ту же самую суть работы, то есть на примере мы вначале можем запустить данный демон, с ключом B мы указываем всего лишь файл, в котором, собственно, ARPING будет записывать данные. И, в последствии, мы можем уже посмотреть результат. С ключом L мы покажем, какие у нас есть записи в виде IF-индекса, это именование интерфейса сетевого, и, соответственно, IP-адреса с физическим MAC-адресом. Организация заключается в том, что демон ARPING это все дело хранит в файлике, и даже если вы перезагрузите компьютер, то в последствии, чем вы получите данную информацию. Если вы, допустим, будете использовать команду ARPING просто, то тогда ничего вы не сохраните, вам надо будет делать какие-то перенаправления, запись файлов, но это уже по усмотрению. Но для удобства данный демон есть, он как раз входит в пакет IP-road. Также в IP-road в пакете есть у нас команда IP-nate, которая отображает аналогичную информацию, и в последствии мы можем посмотреть, то есть, куда у нас, с какого IP-адреса пришло, какой для этого используется Ethernet, в нашем случае это VRBR, Bridge Interface, и, собственно, MAC-адрес, да, и состояние данного пакета. То бишь, в нашем случае они все просрочены, то есть старые. Что ж, на практике частенько бывает так, что надо будет сталкиваться, то есть, возможно, будет сталкиваться с проблемами в виде задвоения MAC-адресов, IP-адресов, в основном это либо, ну, редко очень бывает, когда производителя делают, генерируют, ну, на моей практике это было один раз в жизни, достаточно давно-давно, там, где-то в 2000-м годах, если не ошибаюсь, когда дублирую сериально-физический MAC-адрес на двух компьютерах. Так, в основном, проблемы связаны с виртуализацией, с контейнеризацией, то есть, когда вы клонируете какую-то машинку, либо просто-напросто копипастите и забывайте отредактировать файл. К примеру, мы можем поэкспериментировать, попытаться сделать такой-то альтернативный вариант подключения. Допустим, я сейчас подключусь к машине S1, мы видим, что у нас имя, пусть будет такой виртуальный сервер 1, и впоследствии мы там будем проводить какие-то работы, но, опять же, это только для примера, вот, и в отдельной вкладочке я сейчас запущу виртуальную машинку одну, и, опять же, IP-монитором мы будем смотреть, может быть, у нас какие-то есть запросы, как мы видим, у нас появился, опять же, дублирующий MAC-адрес, чтобы вы понимали, видите, да, то есть, проб, запрос идет, и уже последнее, чем все, интерфейс доступен, то есть, ну, так как мы знаем, то, что у нас идет сейчас задвоение, да, мы можем определиться, то есть, я сейчас, опять же, подключаюсь к машине S1, и мы уже попадаем на сервер 2, то есть, вот такие вот бывают проблемы, когда у нас задваивается MAC-адрес. Один из самых простых способов решения данной проблемы, опять же, воспользоваться командой rping и запросить информацию данного сервера. Как мы видим, мы отправили всего лишь 3 пакета, а получили из них 6 пакетов, что говорит о том, что мы имеем задвоенный MAC-адрес, либо задвоение IP-адресов, но задвоение IP-адресов немножко там по-другому работает, но, собственно, здесь вот характерная информация о том, что мы работаем с задвоением MAC-адреса, то есть, далее, впоследствии, ну, один из самых простых способов решения данной проблемы, это просто выключить сервер, на котором работают там либо тестировщики, либо админы, да, и, собственно, ждать, когда придет какая-то определенная беда. Вот, а так, так как если вы сами являетесь системным администратором, то надо искать уже непосредственно на сетевом активном оборудовании, куда, именно в какой, если мы там, допустим, используем циску, то в какой там, в ВЛАН это у нас ставлено, сетевой интерфейс, ну, и, собственно, вылавливать MAC-адресы до того оборудования, до которого оно идет. Если это система виртуализации, то, опять же, если на уровне КВМ, то можно смотреть уже непосредственно в файл конфигурации, где у нас есть дублирующие MAC-адреса, либо, собственно, если контейнеризация, то, допустим, можно смотреть в докер-файлах, либо это смотреть в LX-контейнеризации, или там, ну, собственно, решается проблема достаточно просто, да, то есть, и опять же, если я, вот, повторю вам, покажу пример отправки ARP, еще раз запросы, то мы видим то, что у нас отправлено 5 пакетов, и мы получили, собственно, ответ из 5 пакетов также, и просмотрели ARP, да, то есть, у нас ARP-Cache, собственно, отображает всю непосредственную информацию, которая у нас есть на машинах пользователя. Что ж, на этом видео подходит к концу, вот такое вот коротенькое, разобрали быстренько командочки ARP, ARP-Demon, и, собственно, IP-Nate, и команду ARPing. Собственно, всем спасибо, если есть вопросы, пишите, буду рад всегда ответить. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok